господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 519 события дня марка 1226 а мертвых что они воскреснут разве не считали за 14 мая 2017 года это за воскресенье ну какие события воскресный день субботу там мы приехали в пятницу поработали в субботу все на прудах работали на рыжковском на 2 мостик сходили на 1 но и вчера значит 14 было воскресенье утром встретили маленькой и к восьми приехал попозже митрополит алтайский барнаульский сергий иванников и как была литургия все мы уже записали и выставили на потом была трапеза у батюшки тоже записали второй ролик и концерт дети ставили и проводили его очень по-хорошему мне один и говорит какой он тактичный митрополита но даже знает когда улыбаться это тоже искусство располагающий очень к себе мы не знаем что будет завтра но сегодня говорим так как есть чтобы не получилось как студента спросили о профессоре как профессор а вот последний экзамен как зам тогда скажу а то похвалю его или что и будет узнать и будет хуже но мы говорим как христиане нам было хорошо приятно провели время прославили бога помолились вместе я уехал там оставил голубей отвез 5 и владимиру сегодня пишу вот владимиру пащенко наказ ты старший с тебя и спрос за несделанную работу неоднократно говорил чтобы весной вы озаботились не дать роста сорнякам и чтобы посадили в перед окнами цветы разные мальвы плодовая смородину малину крыжовник матушка тут вам пример людмила отключите свои планшеты и рано в потемках уже начинайте работать как мы копали в темноте ямы для столбов а немало столбов того потому поставили ограды 500 столбов 500 вот все вручную это дело вовсе не трудно и можно попросить у наших любвеобильных цветам нянелы ирины серафимы людмилы елена и любы на этих кучах из травы я говорил как устроить оранжереи никиту приспособь ловить опять рыбу валерий лопатенок пишет святые отцы указывают что действия греха и действия сатаны вести с человека тождественны они часто используют слова грех и сатана дьявол без дух обольщения как синонимы вопрос верно ли это правильно ли будет понимать слова христа всякий делающий грех есть раб греха и она 834 как то что делающий грех находится в рабстве у дьявола водка спрашивает правильно не про на святые отцы говорят так и принимать не надо по-другому мыслить не надо опровергать принимать надо а то подумать что не надо они надо этим думали они молились а мы их последователи а если только начинаем все по-своему куроса это сектантство самое настоящее они же ничего не понимают литургии для них хоть будь хоть не будет он никогда не причащался и он прикрылся словами я верю и каждому слову верю а на самом деле он не верит 10 часть может быть верит только что христос был да и то за бога не признает роман проликов пишет спаси христоса игнатий тихонович у меня сейчас появилась возможность сдать квартиру квартирантам и поехать помогать вам если вы согласитесь на мою помощь как бы я хотел быть вам полезным игнатий тихонович хоть что-то сделать для вас я отвечаю роман николаевич вы уже были в потеряевке в 2016 году и пробыли у нас не более пяти дней или того меньше и сразу поставили себя как совершенно не туда приехавшего человека хитрого придурковатого психически больного ленивого и безразличного зачем нам искушать друг друга вы же видели что у нас работа в лесу на дороге и всюду и где бы мы не появились у нас дым коромыслом вам же это в тягость непомерную проснувшись от сна а спал то благополучно и только вышли на работу в лесу вы стоите столбом пограничным за которым дальше только развалившаяся ограда вы же помните что мы срочно обсудили ваше положение накормили и виктор николаевич савченко тут же отвез вас на трассу чтобы могли поехать снова к своему диванному христианству блудницу мира то есть в москву нет уж живите где и находитесь мы очень очень разная несовместимость полная 11 мая 2016 года еще написал притча соломона 16 1 человеку принадлежат предположения сердца сердца но от господа наше исполнение роман отвечает игнатий тихонович спаси христос вас за ответ я не согласен насчет психического здоровья потому что нас слышен о советской психиатрии наследником которой является нынешняя как и тогда объективной оценки от психиатров ждать не придется поэтому я не решусь упоминать о психиатрии психиатрах то есть попадешься в руки так ответишь а так ахвалан говорит это когда ему безруков то спрашивает бездомный фамилия поэта но вот вы психиатрии не бывали он да 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 бывал где только не бывал нож подробнее вы сами расспросите не попал сразу туда в деревне не было тяжело физически работать три-четыре дня подряд с непривычки пишка я все хотел сказать вам но что-то меня останавливало что я могу продолжать работать но при этом не надо петь песни потому песни петь а нам некогда петь например во время тяжелого труда по типу песни бурлаков на волге я занимался тяжелой атлетикой когда уже не в моготу и сил кажется что нету то я и другие тяжеловеты крещат на всю ивановскую так легче появляются силы для рывка а кому это все нужно рывки твои железки катаешь ты иди он навоз выкидай и увези его у коров молоко то любишь я же не все время стоял столбом то но поверена мне нужна была поддержка для рывка оторванул теперь отправили домой в эту зиму я чистил снег каждый день очень тяжело на третий день и последующие дни 4 5 6 7 8 по порядку последующие так вот я временами просто рычал как на тренировке тяжелоатлеты благо что меня надеюсь никто не слышал хотя я не уверен в этом но представьте вот рыщит молодой человек психиатрия плачет кальваев михаил прослушал 37 минут насколько же мне близок александр и как далеки эти два священника они даже не состоянии то что понять понять то умом может как-то и поймут а вот проникнуться тем что в толковый тем брат не в состоянии отделились сделали из себя касту как бы просвещенных и всячески это напоминает даже в этом разговоре хорошо видно сие очень жаль что александр не выдержал ушел из православия об андрусенко пишет я бы тоже ушел если православие выдумали люди но это не так православие это от бога не эти навороты из преданий старцев то вера апостольская евангельская но доказать едва ли смогу понимание православия это высоко духовное хотя такого слова библии нет но суть этого слова заключается в правильном понимании учения христова и такое православие далеко отстоит от того чему учат эти священники догматы вселенских соборов они вроде не отрицают и догматы важны это костяк православия но вот почему слова иисуса христа не стало догматом для православных например написано матфея 5 34 я говорю вам не клянись вовсе не небом потому что оно престол божий написано не клянись вовсе а эти самые батюшки уже поклялись ставленческой своей присяги и находят бесконечное количество оправданий этой своей практике ни во что ставил самого христа и его слова хотя и называет себя служителями христовыми это один только пример она деле таких примеров множество люди видя все это и уходят из православия не вынося такого поношения сына божия я дальше хотел ознакомить с одним выражением такое пожалуй ни один шахматист не привлекал такого колоссального внимания не вызывал столь противоречивых суждений как одиннадцатый чемпион мира роберт фишер начиная с конца пятидесятых годов прошлого столетия и до сих пор не прекращаются скандалы вокруг этого человека в чем же причина интереса к столь эпатажной и великой личности роберт фишер родился 9 марта 1943 года в чикаго предполагает что настоящим особо роберта был пол не имени не менее венгерский еврей бежавший из насыстской германии в сша математик участник манхэттенского проекта не менее принимал деятельное участие в воспитании мальчика заботился о нем оплачивала его учебу до самой своей смерти в 1952 году мать реджина фишер швейцарская еврейка чья семья перебрала швейцарии из польши после окончания войны когда мальчику было два года мать с детьми переехала в бруклин так например в школе подросток отозвался следующим образом о школе в школе нечему учиться учителя глупы нельзя чтобы учителями работали женщины мать о нем говорила сын носит простые спортивные куртки не признает костюмов и галстуков не курит не пьет и не встречается с девушками не умеет танцевать после победы фишера встречали в сша как национального героя сразу по возвращении в сша он был приглашен президентом никсоном на званый обед в белый дом но отказался от приглашения сказав терпеть не могу чтобы все мне смотрели в рот когда я жую уже в 1996 году фишер стал несколько чаще появляется сми как правило с довольно резкими выступлениями в адрес сша и евреев в 1999 году его выступление в венгерском радиоэфире было прервано ведущим так как состояла исключительно из ругательств в адрес евреев последними из попавших в эфир слов были такие эти грязные ублюдки придумавшие никогда не существовавший холокост теперь пытается захватить весь мир еще в одном из своих радио выступлений пишет заявил америка находится под полным контролем евреев все начальство евреи тайны евреи или царушные крысы которые на евреев работают госсекретарь и министр обороны пархатой жиды посмотрите что они натворили в югославии удар 17 января 2008 года от почечной недостаточности жил 65 лет но это на вот это очень удивительно такое его отношение к евреям ну так у нас нужно сразу показать сейчас наши ресурсы вот юрий соболев зашел все-то пишет а у меня закачки идет поэтому не скоро проявится он там задавал что как крещение только что прошлый раз разобрал его ответ он должен зайти вот пишет искренно впечатлен ответа вот так вот так отвечаешь и человек принимает ему приятно отвечать ну вот мы посмотрим на наш mail.ru вот он у нас какой я говорю сегодня сколько 700 ролик этих фотографий вы выставил богатый у нас материал очень богатый но и ленточный православный форум 1600 тем разных богатых и вот сейчас идет заказчика тоже осталось сейчас 10 интересные ролики называется так он увидел других стоящих на торжеще праздно конфликт был когда ходили тут наши на православную выставку и там один хулиган поломал съемочный аппарат у сергея но я сергей не одобряю он сегодня пришел и тоже даже до спора почти дошли я сказал а ты как хочешь он мог и убить и что угодно и пиздяном это говорю не русская он не хотел с ним надо отошел бы от него ты же не за этим пошел туда с видеть ну то есть надо быть мирным и ухватывать главное отходить вот теперь но и наш сайт православный библейский сайт во свете библии и вопросы 4124 вот тут 55 тем разбиты откуда что взять вот сейчас мы можем кое что и тоже испробовать это у нас русский язык туда действительно русский богатый русский язык сейчас мы из папочки вытащим несколько вопросов познакомимся вопрос 743 2 том вы доказываете что богослужение должно быть на русском языке удалось ли вам добиться этого в своем храме и как на это смотрит ваш правящий архиерей не отлучит ли он вас за это от церкви ответ на наши просьбы наш архиерей дал нам предписание три года на эту тему не заводить разговора и мы заглохли все вынесли а теперь все просимое нами то что считается из библии считаем на русском языке вот одно из наших писем ему правящему архиерею преосвященнейшему епископу и в тихию ишимско сибирскому дорогой владыка прошло три долгих года ожидания 21 мая 1999 года когда исполнился срок наложенный вами на нашу общину и пить ими о чтении при богослужении у нас по библии синодального перевода 1876 года по риме псалтыри евангелия и посланий без дублирования на славянском языке может и не случайно что именно сегодня в эти дни по всей россии празднуется память равнопосланных просветителей миссионеров святых кирилла и мефодия идут празднования славянской письменности и кирилловских чтений и совсем не случайно что великий праздник святой пятидесятницы совпадает с нашим томительным ожиданием от вас положительного ответа разрешения просимого нами святой кирилл и мефодия разрубили цепь трех языковой ереси немецкие епископы запрещали богослужения и перевод на славянский язык считая священными языками только еврейский греческий и латинский языки которыми написано было на кресте сей старий иудейский разрушьте же владыка святой узы четырех языковой ереси сковавшие умы русского народа закрывший ему доступ к чистому разумению священного писания 23 мая 1999 года после божественной натургии все прихожане были спрошены три года мы постоянно молились чтобы епископ и в тихий расположился к русскому языку разрешил просимое нами кто верил молясь что просимое будет даровано из семидесяти присутствующих только один сознался что сомневался а остальные по слову златоуста согласились благодарить бога как бы за уже полученное нами дорогой наш архипастер смилуйтесь над нами это будет быть может лучшим вашим поступком решением памятником любви посому вот видите какие слова написали ему о русском языке можно еще прочитать вопрос 2914 15 том открытым оком почему даже в протестантских изданиях в библии встречаются слова стоящие не в нужных падежах и непонятные и что они означают почему их не переведут на русский язык ответ переводчики были православными считали что кое-что много кратно слышанное в храмах будет резать слух если прямо на русский язык будет переведено псалом 46 7 пойте богу нашему пойте 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 царю нашему пойте псалом 144 1 хвала давида буду превознестить тебя боже мой царю мой и благословлять имя твое во веки и веки хотя слова сами встречается в библии 414 раз и всегда в нужном падеже но вот в одном месте решили оставить на церковном славянском так как очень уж на слуху была эта фраза теперь это слово заменено на русское царь матфея 19 28 в паке бытии когда си сядет сын человеческий на престоле славы своей 1 коринфян 15 52 мертвые воскреснут непленными а мы изменимся можно было бы сказать в обновленном творении что ныне переведено уже деяние 759 молился и говорил господи иисусе прими дух мой главное не иисуса иисусе никто не знает это 7 8 падеж дательный дательный был иванец ищет прими дух мой откровение 22 20 ей гряди господи иисусе привыкли так говорить хотя правильно было бы сказать господь иисус всем тем кто вникнет сущность скорбных слов всем кто постигнет суть всего творения дай боже искупление грехов освободят пагубных оков сомнения а значит преступления желанное даруй им отпущение пусть слезы их обильные текут и голоса моим они моления тебе угодно это вознесут тебе вознесется их мольба и за меня за твоего раба пусть боже на рабов твоих покорных на всех раскаявшихся кто прочтет с участием книгу этих песен скорбных твой свет и благодатность не зайдет если всех ты примешь кто со мной произнесет слова мольбы усердной врата своей обители святой открой мне о боже милосердный если слезная моя мольба прольется словно дождь грехи смывая то и меня ничтожного раба обоет пусть его вода живая если ты спасешь о боже всех согласных с мыслю мною изреченной ты меня прости в мой тяжкий грех спаси о господи благословенный если песнь моя в душе моей родить тебе угодное понятие ты меня отец небесный мой не обделись своей благодатью и если те кто мой постигнув стих тебе дрожащие возденет руки пусть боль стена не горестных моих сольется с их мольбой в едином звуке если сказано в книге сей услышаны тобою покаяние то многощедрой милости своей будь милостерден и к пришедшим ранее и если поколеблется скорбя в священной вере некто духом падшей пусть он воспрянув книги сей отыщет опору уповая на тебя коль маловер однажды усомнился что храм его надежд не устоит пусть этот шаткий храм твоя десница строками книги скорбно и укрепит когда недугом мучимый жестоко почти утратил кто-то жизнью связь пусть обретет он силу в этих строках и возродится вновь тебе молясь если смертный страх или сомнения вдруг овладеют кем-то из людей пусть книги он найдет успокоение найдет покой по благости твоей если груз грехом неискупленных потянет в пропасть грешника пусть он всей сутью слов тобой мне внушенных спасен навечно будет и прощен и если где-то грешники есть которые не минет сатанинской западни дозволь чтоб труд мой был ему опоры и сам безумца светом осени если кто-то в гибельной гордыне слова святых молитв забыть готов дозволь чтоб я вернул его к святыне могуществом тобой внушенных слов и тех кто в сатанинском ослеплении уверует презренную щиту мне книга скорбных этих песнопений дозволь вернуть к причастии кресту и ураган неверия взметенный как над водой над душами людей смири моею песней вдохновенной божественной милостью твоей сей труд что начинал я с упованием и с именем твоим ты заверши чтоб песнопение стало вращиванием селящим раны тела и души если труд мой скромный завершится с твоим благословением святым пусть дух господин в нем соединиться со скудным вдохновением моим дарованное богом озарение мой разум просвещенный не покинь но вновь и вновь приемлю восхваление от твоего служителя аминь григор нарекати ну и вот на сегодня пожалуй хватит богу нашему слава аминь